Добрый вечер, мои друзья. Надеюсь, что вы будете присутствовать или кто-то еще прослушает. Меня зовут Радослав Ваусевич. Я на своем блоге решил проводить по вечерам время с вами, потому что это полезно. Вот сегодня был прекрасный день, погода, и мы провели время, но так очень расслаблены. Вы знаете, я даже почувствовал такое оправдание для того, что сейчас, когда этот карантин, мы ничего особенно не делаем, никуда не торопимся. Я замечу, что трудно было отдыхать с чистой совестью, потому что такое чувство всегда было, что что-то нам нужно делать. И даже когда выходной день был раньше, то нужно было думать о том, а что мне все равно нужно делать, чтобы как-то это время провести с пользой. А вот сегодня у меня такое чувство, что больше было поводу для того, чтобы сидеть дома, ничего не делать, и такое оправдание. Но легко отдыхалось, поэтому отдыхать нам тоже нужно. Но мои друзья, все равно день через два-три нам нужно думать, как полезно провести время, которое у нас есть, свободное время. Потому что мы так созданы, когда мы приносим какую-то пользу, работаем, вот мы чувствуем удовлетворение в жизни, когда мы чем-то заняты, полезным. И мы всегда хотим не просто заработать какие-то деньги в жизни для того, чтобы жить им еще необходимо. Но нам очень хочется иметь такое чувство, что вот я зарабатываю деньги каким-то полезным образом. Я делаю что-то полезное для общества. И сегодня, если речь идет о самое лучшее, скажем, что мы можем делать, то есть, если мы хотим искать чего-то самого эффективного, вот я бы хотел поделиться с вами своей мыслью насчет такой самой эффективной профессии. Я думал, какое слово подобрать, если бы я сказал «самая лучшая профессия», это немножко спорно, потому что кто-то, скажем, начал бы критиковать вот эту пользу для общества и нет. Но вот самую эффективную профессию, которую мы можем сегодня применить для того, чтобы обеспечивать себя, достигать успеха, причем, вот я хочу в конце вот этого прямого эфира показать вам, что эта профессия, вот это умение, это даже поможет вам решать вопросы в личной жизни, в воспитании детей. Это поможет найти хорошую жену, сохранить отношения. Вот это профессия. Это профессия, благодаря которой у людей есть хорошие тоже друзья. И что это за профессия? Самая эффективная, то есть это то, чему стоит учиться, читать книги, ходить на курсы и чего не учить сегодня. Ну вот в официальных школах очень мало этому учат с детства. Это профессия продавца. Но в глубоком смысле этого слова. Потому что нам продавец ассоциируется очень часто с неприятной профессией, с работой, которая, но не в удовольствии. Когда за деньги нужно продавать продукцию, а люди приходят голодные, им не хватает. Ну и может быть много других ассоциаций, что продавец это такой, ну какой-то даже жестокий человек, имеющий власть или злоупотребляющий свои власть. Вот раньше так очень часто было, что продавцы, они злоупотребляли своим положением. Может в советское время, я слышал, что во время Сталина продавцы не получали зарплаты. Потому что так было правительством решено, что они все равно своего там нагребят и они смогут прожить. И были все равно многие желающие работать продавцом, даже если там зарплаты нет. Потому что он все равно, он там умеет выключиться и свое заработает. Ну и, я думаю, у многих восточных людей из России, вообще из бывшего Советского Союза, слово коммерсант и продавец может ассоциироваться неправильно. Сегодня даже другие слова используются, как торговый представитель, например, менеджер. Как бы это не назвать, это дело не в этом. А вот важно осознавать, что это за умение, умение продавать. Дело не только в продуктах питания, а много чего люди другим продают. Учитель, он тоже продавец на самом деле. Если он плохой продавец, то что из него за учитель? Представьте себе, что он, во-первых, когда идет приниматься на работу к директору школы, учитель, так он, если на это место учитель расскажет несколько желающих, он должен быть лучшим из других, он должен продать себя. Смотрите, потом с учениками, если он работает, он должен... У него зарплата от директора, да? Но он эффективный тогда, когда он будет передавать свои знания ученикам. И это можно делать эффективно или нет. И, по сути, он продавец этих знаний, они есть у него в голове. Он говорит о них, пишет об этих знаниях, делает какие-то домашние задания, дает. Но насколько он эффективно передает эти знания, вот насколько он эффективный продавец, насколько это все другие принимают от него. Посмотрите, что вот если он будет плохой учитель, там будут одни двоечники его уволят. Поэтому учитель, он, по сути, тоже должен быть хорошим продавцом. И что мы на самом деле должны продавать? То есть, вот то, чего мы продаем, очень много. Это могут быть услуги. Механик, врач, он тоже продавец, он свои услуги людям продает. Это не только торговцы, которые занимаются какими-то товарами. Не только те люди, которые держат деньги в руках. Не обязательно. Но, естественно, мы вот эти ситуации с деньгами тоже рассмотрим. Они могут быть у нас хорошим таким примером для размышления. Это для нас привычно просто. Такая среда привычная. Посмотрите, что… Представьте себе такую ситуацию, что вы идете на рынок покупать апельсины. И вот есть следующая ситуация. Вы смотрите, там есть несколько, скажем, мест с продажей апельсин. Ну, а как вам теперь решится? Но вы можете проверить откуда, какое качество. Но, на самом деле, это не из дачи, не из какого-то личного участка. А все откуда-то сдалека, из одного склада получается. Апельсины у разных продавцов одинаковые. Вы это уже выяснили. Один источник, один источник на вашем рынке. Ну, подходите к продавцам, например, двум рядом, которые находятся. И спрашивайте, сколько у вас, какая цена, сколько у вас цена. И вдруг вы узнаете, что одинаковая цена есть у этих продавцов. Теперь как вам сделать выбор? Что вам купить? Какие апельсины? Все равно. Но все равно вы купите только у одного продавца. Не можете взять у двоих сразу. И вы покупаете у одной из этих, скажем, женщин, которые тоже похожи возрастом, ничем там не выделаются. Вы покупаете у одной из этих женщин свои апельсины. И почему вот эта женщина получила результат? Что вы покупаете на самом деле? Смотрите, было решающим качество товара? Нет. Цена была решающая? Нет. То есть цена и качество было одинаковым. Мы покупаем продавца на самом деле. Почему-то мы не осознаем точно, это может быть мгновение, что происходило с нами. Но мы выбрали вот этого продавца, а не вот этого. Так что смотрите, мы покупаем очень часто, когда делаем покупки продавца. То есть человек, мы испытывали к нему доверие. Он сделал, возможно, хорошим первое впечатление. И даже трудно это как-то созначно сразу определить, что нам понравилось в этом человеке. Возможно, это было просто очень быстро, все мгновенно произошло. Но что-то было, потому что мы выбрали этого человека. Внешний вид, улыбка, мы выбираем того, кому больше доверяем, кто нам больше нравится, можем даже так назвать. И посмотрите, что вот если мы будем продавцом, то это тоже решает, кто будет хорошим продавцом, а кто нет. Это человек, который вызывает доверие. Поэтому наша внешность, улыбка, все это имеет значение. Но и сейчас почему я бы сказал, что это очень практичная профессия? Потому что она сегодня применяется практически везде. То есть вот эти принципы продажи, они везде применимы. Как я сказал, даже когда человек устраивается на работу, и он там не будет продавцом, может быть механиком. Но чтобы устроиться на работу, он тоже должен вот себе продать. Директор или начальник, или владелец какой-то компании, он смотрит на будущее своего работника, и он тоже должен это почувствовать. Он испытывает этому человеку доверие или нет. Он смотрит на него, может посмотреть там бумаги про него и так далее. Но на самом деле наступает продажа человека. Смотрит на лицо, на внешность, на улыбку, на контакт, на то, как он здоровается и так далее. И где-то на подсозначенном уровне все это происходит. Это не только просто разговор о том, кто я такой. И это имеет место в везде вокруг нас. И вот эта профессия, эта специальность – умение продавать. Посмотрите, в наше время производителей становится все меньше, потому что они становятся крупнее. Не нужно думать, что продавец – это какой-то человек, он нехороший, он только дешевле покупает, дороже продает. Вот такое у нас впечатление, что вот это нечестно. Но для производителя, который находится где-то далеко, может в Китае, а может где-то в одной точке страны, нужны продавцы. Нужны оптовые базы, и там нужны работники. И потом нужны еще продавцы вот в каждом городке, на каждом рынке, чтобы какого-то одного продавца, одного производителя товары расходились, ему нужны продавцы. И нам, смотрите, чтобы не ездить в одну точку в нашей стране, в России, на Украине, в Польше, к производителю за товаром, подешевле. Вот так все устроят, его перевозят на машине, зарабатывает водитель, склад, магазин, и все должны на этом заработать. Мы не вынуждены куда-то ехать. Мы плачем чуть дороже, но зато товар у нас находится на нашем рынке, и нам удобно. Так что нам нужно продавец. Не нужно думать, что продавец – кто-то плохой. Если у нас будут такие размысления, такие чувства, мы никогда… Естественно, не будем усваивать знаний с этим связанных, или не будем устраивать себя на такую работу, будем ее избегать. Но на самом деле даже не важно, буду ли я на самом деле торговцем на рынке, а вот самый принцип, как это работает, они нам могут на самом деле пригодиться. А вот если идет о том, где устроиться на работу в наше время, вот продавец – он всегда хороший и нужен в любой компании. Вот если вы умеете хорошо продавать, товар не имеет значения на самом деле. То, чем вы торгуете? Когда вы начинаете, возможно, будет это какой-то простой товар. А со временем можно устроиться в магазин, где торгуются более дорогими товарами, их уже меньше – это не апельсины, скажем, телевизоры. Потом, может быть, кто-то еще является эффективным продавцом, может работать в салоне продажи каких-то дорогих машин. И его зарплата становится все выше и выше. А есть торговые представители и люди, которые где-то на большой компании, они ведут переговоры. И от того, как они продают, вот скажем, то, чем занимается эта компания, зависит их зарплата. И это огромные деньги. Представляете себе, что хороший продавец сегодня, он может развиваться и практически он никаких вложений не делает. То есть ему не нужны инструменты, как таковые. Как, скажем, у строителя, нужны инструменты. Не нужна мастерская, скажем, как у человека, который механик по машинам, скажем. Ничего ему не нужно. Для хорошего продавца, вот он сам по себе, и ему нужны только знания и его умения, его профессия. И его могут устраивать все лучше на свою… Его могут брать, ему давать зарплату. Все, более крупная компания может много зарабатывать. И сегодня много таких есть продавцов по интернету, которые звонят, пишут, предлагают какие-то услуги, товары. Ну и кто-то делает это хорошо, но многие, конечно, делают это неумеемо образом. Нам кажется это неинтересным, потому что очень часто продавец просто навязывает. И здесь первая такая интересная мысль, что успешный продавец – это не тот, который много продаст. Это не неуспешный на самом деле. Потому что если он запихнет просто, использует такие психологические ловушки, он сманипулирует людей, а это можно сделать. Он сможет их уговорить, но с жалостью. Есть разные способы, посмотрите. Влияние манипулирования людьми, где мы можем повлиять на их положительное решение, решение, которое будет выгодно для нас, а не для человека. Вот есть способы, но это не означает, что это хороший продавец, потому что это все срабатывает на короткое время. А хороший продавец, он не запихивает товар каждому, он продает людям то, что им нужно. Он удовлетворяет их потребности. И вот здесь я хочу прийти к этой профессии продавца, как очень полезный на самом деле. И люди, которые являются профессионалами, они должны гордиться своей работой. Потому что представьте себе, у вас есть деньги, скажем, и вам нужно купить несколько необходимых вещей для дома. Например, ну вы купили этот апельсин, но теперь вам нужна, возможно, машина, а может телевизор. Просто нужный и необходимый вам для жизни. Вы откладывали деньги, все. Вам нужен, например, новый телевизор. И сейчас, смотрите, вы не хотите, чтобы кто-то вам запихнул вот товар. Вы хотите, чтобы кто-то даже подсказал, помог вам, продавец, купить вам товар такой, который вам нужен, которым вам будет нравиться. Телевизор, который будет удовлетворять ваши потребности, который вам понравится и которым будет служить вам многие, может несколько лет, скажем. Чтобы не получилось так, чтобы вы потратили много денег, а потом из того, что вы купили, вы очень недовольны и жалитесь. И потом думайте, как я мог согласиться на такое. Иногда бывают такие продавцы-манипуляторы, которые продадут вам что-то, а потом вы дома возвращаетесь, думаете, а зачем мне это нужно было? За такие деньги. Оказывается, он вас просто развел. От таких нужно держаться подальше. Но хороший продавец, он удовлетворяет потребности своих клиентов и они потом к нему возвращаются. Хочу какие-то примеры из жизни привести. Например, я вспоминаю, я не механик. Вот здесь машина у меня была и есть, но я не такой специалист, чтобы самому там что-то руками делать. Я знаю, что я начну, меня это будет раздражать, мне займет это много времени, я буду грязный, много часов уйдет на это. Поэтому лучше поехать к механику, чтобы он это сделал. Конечно, сегодня, смотрите, трудно найти такого, которому мы будем доверять. То есть можно поехать к механику, что мы не знаем, что он там внутри сделал. Но он нам потом такой счет выставит. На такую кучу денег. Часто бывает так, что он придумывает какие-то поломки, о которых мы не знали, а теперь придется все равно за это заплатить. У меня был когда-то механик, который был, когда давал машину, я ему доверялся, уже как-то стал мне знакомым, и вот я полностью ему доверял. Он сам искал запчасти по интернету, заказывал. Он смотрел, что можно потом сделать через полгода, что сегодня самое важное. Даже у других механиков советовался быстро, чтобы мне сделать. Я давал ключи, машину, и было очень легко. Но есть такие, которые могут развести. Поэтому вот это доверие, оно очень важно. То есть мы хотим, вот если человек занимается продажей, к нему все будут возвращаться, когда он не будет их обманывать. И когда покупатель, он будет доволен тем, что он приобрел. Даже будет благодарен. Заплачил деньги, но он очень рад, что он у этого продавца купил этот товар. И это возможно. Посмотрите, нам не должно вот ассоциироваться, что мы кому-то что-то навязываем. Если у нас такое мышление, что мы как можно сегодня больше продать. И вот рекорд установить в однодневной продаже. Это неправильно. Но мы должны искать возможности, кому мой товар нужен. И вот этому человеку, если мы ему правильно разочним и увидим потребность у человека, и мой товар, и моя услуга удовлетворить потребность этого человека, он будет рад, доволен. И он не то что любые деньги, но он с готовностью, с радостью заплачет деньги за тот товар, который удовлетворяет его потребности. Ну и сейчас тоже наглядный пример из магазина. Хочу вам привести несколько техник продажи. Конечно, их очень много. На самом деле есть школы и обучение. И если люди этому учатся, это очень правильно. Представьте себе магазин с телевизором. Вот и вы нашли работу продавец, будете продавцом в магазине с техникой электронной телевизоры. И их там много. И вы, конечно, изучили все подряд. В этом магазине телевизоры есть, которые огромные, есть дорогие, есть подешевле, поменьше. Они отличаются чем? Качеством изображения, качеством звука. Вы очень разные. Смотрите сегодня телевизоры. А может есть такие, которые очень красивые. Я не знаю. Желтый. Какой-то там он такой. Или белый, например. Чем-то отличается по виду от других. Есть такие. Известные какой-то компании. Марка есть хорошая. Есть телевизоры, которые имеют там 2 года гарантии. А есть такие, которые, скажем, 10 лет гарантии. Представьте себе. То есть там он будет работать 10 лет. Или 15 лет. Хоча такое редко, но предположим. И сейчас вы все это изучили. И еще телевизор можно использовать для разных целей. То есть можно кино смотреть. А сегодня, например, кому-то нужен телевизор для того, чтобы играть просто на компьютере. Ну, на компьютере играми заниматься. Кому-то нужен для такой цели телевизор. Смотрите. А может кому-то телевизор будет нужен для того, чтобы в каком-то зале его поставить. Там будут какие-то лекции и так далее. Сейчас приходит вам человек и хочет купить у вас телевизор. И у вас есть свое личное мнение насчет того, какой телевизор из всех, которые есть в магазине, выбрали бы вы себе лично для своего дома. Учитывая все эти вот моменты. Цена, гарантия, надежность какая-то. Он красивый или нет. Маленький или большой. Вот качество звука. Все эти моменты вы как-то все изучили. Вот и думаете, вот этот телевизор самый лучший. Ну и вот приходит клиент вам в магазине и хочет выбрать телевизор. И он, ну я не знаю, какой у вас столько товара. А вы говорите, вы знаете, я изучил все. Вот этот телевизор самый лучший. Ну возможно таким методом вы начнете уговаривать клиента. Вы быстро продадите. Вот этот телевизор, вот этот один конкретный, вы сможете продать весь за один день. Но что произойдет с остальными телевизорами? Будут ли все клиенты довольны? Нет, конечно. Потому что вы руководствовались тем, что вам нравится. Этот телевизор удовлетворял бы ваши потребности, если бы вы пошли в магазин. Если продавец бы вам дал такой телевизор, продал, вы были бы довольны. Но люди приходят разные, с разными потребностями. Приходит вам женщина и говорит, ну мне этот не нравится. Я вот этот классный. Показывает на какой-то телевизор большой экран, скажем, какой-то странный, но ей нравится. Вы знаете, она может телевизор дома вообще смотреть не будет. Она поставит телевизор как мебель. Просто он должен быть в какой-то большой комнате. Телевизор. Богатая женщина. Для нее не важно, какое качество, цена. Но ей нравится по виду этот телевизор. Он будет подходить к мебели или к полу, к потолку. Понимаете? И для меня, например, лично это может быть смешно. Он же дорогой. За что она деньги платит? И вы начнете спорить, уговаривать эту женщину? Нет. Ей потребность вот такая. И нужно удовлетворить ее потребность. Как я сказал, придет клиент, которому нужен компьютер для того, чтобы играть в игры. Кому-то нужен для учебы. Кто-то хочет большой, кто-то средний. Кому-то очень важно качество звука. Для него это очень важно. И нам нужно найти самое лучшее качество звука. И сейчас смотрите, если мы выслушаем клиента, что ему нужно. И мы найдем подходящий телевизор, он с удовольствием даст деньги, сумму. Он может торговаться не будет. Потому что это то, о чем он мечтает, что ему нужно для его дома. И все. И он счастливый. Он скажет потом каждому своему соседу, я купил хороший телевизор, мне нравится все в нем. Хочешь, пожалуйста, иди в этот магазин, там человек тебе поможет. И мы начнем продавать разные телевизоры разным людям. Каждый клиент, посмотрите, если зашел человек в магазин, где находятся телевизоры. Это что, посмотреть? Ну, возможно. Но если пришел посмотреть, то, скорее всего, через месяц он будет покупать телевизор. Так что каждый, кто зашел в магазин, где находятся только телевизоры, скорее всего, это покупатель. Ему он нужен. Или прямо сегодня, или через месяц. Поэтому каждый человек, который зашел, скорее всего, он клиент, которого если правильно обслужить, он выйдет тоже, он купит телевизор. Если он уже зашел в магазин. А если он зашел и ушел просто так, поговорил с вами и ушел, значит что-то неправильно в продавце было. Выбор есть большой, но, может, мы ему неправильно, скажем, предлагаем. И здесь много тонкостей другой психологии, о которой я бы не хотел много говорить, потому что для этого есть курсы, учебы. Но я, например, скажу вам еще вот один момент. Вот вы сами замечите, что есть люди-индивидуалисты, а вот есть такие, что делают все, что другие. А индивидуалист, он будет наоборот делать. И скажем, пришел вам индивидуалист такой по характеру в магазин, и смотрит, что вам нужно телевизору. И продавец сразу. Вот посмотрите, все сегодня берут вот этот. Вот он самый такой, все берут это вообще на расхват. И что? И он продаст? Нет. Индивидуалист скажет, а меня это что? Волнует, что все берут. И он уйдет, и я будет обижен, мне будет приятнее обслуживание, и он уйдет с этого магазина. Придет человек, который сам будет спрашивать. Я не знаю, что выбрать. Подскажите мне. Ну и он может так сказать, что все берут. Это человек, который идет за толпой. Он может такое озвучить, что все. А что все сегодня покупают? Что самое лучшее? Вот ходовое. И вы скажете, вот этот телевизор самый такой популярный. И он его возьмет. Это человек, который делает то, что делает толпа. Но как найти такой, все-таки хочу дать совет, универсальный способ на каждого клиента. И потом это не только клиент в магазине, а во многих других ситуациях в жизни это может вам пригодиться. Нам нужно узнать, что нужно человеку. И приходит клиент. Ну вас интересует телевизор, я понимаю, да? Мы спрашиваем, да. Скажите, пожалуйста. Назовите вот три пункта. Что для вас означает вот хороший телевизор? Каким он должен быть? Вот три момента вы назовите. Человек скажет, я ищу большой телевизор, у которого длинная гарантия, то есть надежный. И хороший звук. У вас есть три качества. И потом на основании этих информаций вы ищите уже варианты. И он тогда может быть удовлетворен вот тем, потому что вы нашли то, что ему нужно. Спросите человека, что по-вашему, каким должен быть вот хороший телевизор, то что по-вашему? Он скажет, ну самый дешевый. Ну понятно тогда. Он скажет, самый красивый. Для меня важно, чтобы он был очень красивый. Или скажет, он будет играть на компьютере. Тогда вы должны знать, который для этого больше подходит. То есть эти вопросы, смотрите. Мы видим, в чем человек нуждается. И мы удовлетворяем его потребность. Мы входим с ним в контакт. И он доволен. Он дает деньги. И он счастливый, что он с нами поговорил и купил у нас телевизор. И вот тогда мы являемся хорошим продавцом. И сейчас, если мы такой имеем подход, что мы на самом деле продавец, мы имеем хорошую, полезную работу. Мы даем людям то, в чем они нуждаются. Кому-то нужны косметики. Но нужен им просто умелый продавец. Люди ищут продуктов питания, косметики, услуги. Массажист нужен. Но есть очень много, много чего продается и вот просто так лично человеку. Или просто через интернет. Но это может быть интересная, хорошая профессия. Если мы будем иметь правильный подход. Не навязываем людям всякие вот, вы знаете, вот этой манипуляции. А удовлетворяем их потребности. Манипуляция. Вот, например, вот приведу вам манипуляции. Вот сидит человек милости просит на улице. Есть там место на деньги, скажем, шлапа. Рядом карточка, бумага и написано «Я слепой». Но кто-то бросит деньги, кто-то не бросит. Но могут проходить. Но он что? Он продает тоже. Он зарабатывает деньги на чем? На жалости к себе. Он использует сочувствие людей. Люди почувствуют себя лучшими. Может перед Богом, потому что помог слепому человеку. Но и вот даже вот эту работу можно делать более эффективно. И был проведенный такой эксперимент. На этой бумаге человек написал «Сегодня весна, а я слепой». И вот люди стали бросать намного больше денег сразу. Для контраста. Люди сразу чувствовали увеличение вот этой проблемы. Вот весна, хорошая погода, все радуются этим, а человек слепой. Он сыграл на чувствах своих клиентов. Вот так могут делать сегодня тоже продавцы. Они могут на жалость давить. Играть на чувствах человека. И конечно, вот это было бы не очень правильно, если бы продавец такое использовал. На самом деле суть в том, чтобы мы удовлетворяли потребности человека. И почему я говорил, что это такая профессия, которая нужна везде? Если задуматься, то мы везде продаем себя. Как я говорил, не апельсинами мы покупаем, а человека, который продает. Очень часто так бывает. И вот мы, скажем, учитель, врач. Вот мы работаем в интернете. Мы себя продаем. Человек купит, потому что он к нам начинает испытывать доверие. Даже больше, я вам скажу, на рабочем. Вы имеете конфликт с работодателем. Или вы устраиваете вас на работу. Можно этот вопрос тоже задать работодателем. Но скажем, вы грузчик. И спросите своего нового работодателя. Скажите, босс, вот для вас хороший грузчик, это какой грузчик? Какой работник? Я буду у вас работать каждый день по 8 часов. Скажите, вот каким я должен быть, чтобы вам больше всего нравится? Он скажет, ну мне нравится, когда человек, он пунктуальный. Скажем, быстро делает все, когда ему говорят. Не спорит. Вот три момента он назвал. И если вы будете все это делать, вы будете очень хорошим работником. То есть он не ждет, скажем, никаких комментариев. Хочет, чтобы работник молчал. Он не спорит. Работник, который слушается. Который пунктуален. И который, скажем, быстро работает. Другой босс скажет нечто другое. А я не против, когда мне работник, если он видит работу, он сам что-то подскажет. Я буду рад. И тогда можно, понятно, он дал добро, можно и говорить, что-то подсказывать. Или мне нужен работник, который будет, я отпущу его пораньше, но важно, чтобы он был, например, на звонок и приходил в любое время. Есть вот эти моменты, когда мы услышим ожидания нашего работодателя. Мы увидим, что для него важно, как для нашего босса. И мы потом можем вот на это обращать внимание, к нему подстраиваться, чтобы он был вами доволен. И мы тогда делаем работу так, как ему нравится. Кому-то очень важна пунктуальность. Ничего, что вы много грузите весь день. Но вы опоздали 5 минут, и вы ему перестали нравиться. Потому что пунктуальность для него была очень важна. Он на этом может просто помешан. Так что смотрите вот в этих ситуациях. И еще вот то же самое в семейной жизни. Я вернусь к тому, что тоже самое важное для нас. Друзья, семья, жена, муж. Я понимаю, что вы, возможно, уже давно в браке, несколько лет. Но все равно есть такие трудности. Если ты жена, спроши своего мужа. Скажи, дорогой, вот скажи, что для тебя три вот качества хорошей жены. Что для тебя хорошая жена означает? Давай по-честному. Он скажет, ну я хочу всегда иметь обед после работы. Что ты там еще скажешь? То, что ему нравится. Вот в его личном, в его представлении. Ему было бы очень приятно, чтобы вот его жена поступала таким-таким образом. Его там не перебивала, доверяла, не знаю. Может, не спорила с ним в присутствии других. Ну, что-то в этом роде. И то же самое может сделать муж по отношению к своей жене. Скажи мне, пожалуйста, вот хороший для тебя муж. Какой муж? Вот. Ты назови качество. Потому что вы что-то делаете, а все равно ругаетесь. Вроде вы там деньги приносите. Вот это. А она скажет, слушай, ну я хочу цветы, хотя бы, вместо зарплаты. Что-то там еще. Мы увидим, что для этого человека нужно. Не то, что, как я говорил с продавцом, который в телевизор продавает. У него есть свое мнение. Но это его потребности. То есть ему так кажется, что так хорошо. Но для другого человека, возможно, у него совершенно другой взгляд и другие потребности. Если муж хочет, чтобы было хорошо в семье, он должен думать, как мне удовлетворить потребности моей жены, чтобы ей было хорошо со мной. И он должен к ней подстраиваться. То же самое жена должна делать с мужем. То же самое работник должен делать с работодателем. Он должен подстраиваться под работодателем. И тогда он будет доволен. Подстраиваться таким образом, как он это выживает. Мои друзья, я поразмышлял сегодня о продаже. Надеюсь, что-то полезное, ценное и интересное вы нашли в этом. Мне кажется, это очень сегодня самораспространенная профессия. Люди даже не осознают этому. И многие этому не учатся. Если мы становимся хорошими продавцами, то у нас всегда будет работа на самом деле. Люди будут это востребованы. Но нам нужно делать это качественно. Не иметь отвращения к этой профессии. А увидеть, что это очень интересно на самом деле. И полезно и эффективно в наше время. Ну а главное вам желаю хороших, чтобы умели бы продавать себя тоже в семейных отношениях. И быть хорошим мужем, хорошей женой. Чтобы ваши отношения были прекрасными. Спасибо тем, кто меня сегодня слушал. Мне было приятно, что сейчас вижу 15 человек. Мои друзья, скорее всего, все на моем блоге находились. Поэтому я хочу, чтобы вы иногда комментировали про мои трансляции, которые я сейчас делаю. И я постараюсь завтра вечером тоже сделать такую трансляцию на другую тему. Мне бы хотелось тоже время определить. Я вот решил, что, возможно, 10 вечера – это подходящее время. Возможно, пораньше. Если вы напишете об этом, я буду очень рад. Если назовете тему, которую вы бы хотели, чтобы я озвучил. Может вам интересен более конкретный вопрос насчет семейной жизни, отношений, друзей, работы. Мне будет приятно. Это как домашнее задание. Потому что я все равно найду тему, которую я посчитаю нужным, до вас донести. Но мне будет приятно, когда буду как продавец, понимаете? Я хочу удовлетворять ваши потребности. Если напишете мне, в чем вы нуждаетесь, что было бы вам интересным, полезным услышать, поразмышлять. Дело не в том, что мы на таком блоге сможем услышать, узнать решение проблемы. Но это повод, чтобы совместно о чем-то поразмышлять в каком-то направлении, как решить какую-то проблему, как что-то сделать в жизни. Но я жду, так или иначе. Желаю вам спокойной ночи и до следующих встреч.